Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Эту звезду она по праву принадлежит тебе, потому что ты звезда! Субтитры создавал DimaTorzok По некоторым данным, Грин задержана сразу по разному Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да, я люблю раздеваться Давайте начнем с вашей замечательной биографии Итак, совершенно интригующее происхождение, совершенно интригующее детство Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я говорю, нет, нет, потому что хорошие девочки Не спрашивайте о подарке И потом, когда они приезжают, говорят, а подарки? Он говорит, правильно, правильно Все есть, и напомнил, но только и не дал ничего Вот, ну вот У меня уникальное детство Я отблизила в очень много стран Потому что потом я училась Управили в штоп-коноджи-бизнес Дальше я училась в управлении энергетики Управлении профессионалом Потом я училась в Лондоне Из Лондон-Скул Училась в Мексике тоже Въездила много стран Потому что я с 18-летней стала известным танцором Изначально это было так Модель тоже Я работала в Родидже Металик Наркотик Траст Вакуум Гонием Шнур Ана Макака По знаку Зодиака Да и без знака Ана Макака Ну, в общем, все звезды, кто есть в Мастере Я в Мастере Я в Мастере Я в Мастере Много уникальных мест на планете Самые трагичные Боумы на планете Борис Хилл Меня звала К себе выступать В Авдейде То есть даже в Мастере Турцию Меня тоже вызвала выступать Это был Болган Эбл Тоже фестиваль И у меня были длинные косички Они были два метра Просто они вылетались И они были по колено у меня Это был мой сценический имидж После этого, кстати, многие Тоже себе стали взять косички Ну, просто мои были очень дорогие Поэтому такие длинные не смогли сделать Сделали покорочекся себе Потом я стала играть в кино Моя роль известна с Натальей Орейро Я играла Я играла также Девушку-мечты Логинова Ну, много у меня было ролей в кино Потом я стала петь Писалась в трех групп Такое тоже бывает Зарабатывала я тогда большие деньги Потому что я еще была адзетром Ну, положение адзетра Суперина 13 клуба И такие пафосные, самые крутые Потом я в Фёст уехала Работать за границей От клуба Фёст Я стала потом писать свои песни Я четыре раза уходила И возвращалась в шоу-бизнес Обратно Сейчас я уже не уйду Потому что у меня мои мужчины Все были очень ревнивые Говорили либо я, либо работа Ну, потому что, конечно, Когда у тебя много поклонников И когда у тебя Ты все время на виду Конечно, ревность большая присутствовала На 13 лет после меня я уходила Я жила за границей с мужем В празднике Рожденила две дочки мои В пользу случая Передам им привет Гриста Я сменчала два моих дочка К сожалению, их отец их украл Ну, турки Бывают восточные мужчины Они себе забирают Вот, так же он забрал Мое все совместно нажитое имущество Он не только дома, квартиры и машины Вообще, оставил меня полностью без всего Я справляюсь Я пытаюсь идти дальше Хотя, да, конечно Было смесить с тем, что у меня было все А потом раз и все с нуля Вот сейчас я обратно вернулась Еще в бизнесе Я выступаю почти каждый день Я девица Автор песни Я актриса Я ведущая Я стилист Сейчас Раньше в ГУМе Одна года Также я организатор Подключ И просто Помогаю Полностью Дизайнерские показы Это Кирпци Чуша, расскажи Ну, вот Твой год рождения В 82-й Как часто ты видишь дедушку Где? Я так понял Ты достаточно быстро После своего европейского рождения И после детства в Венгрии И в Словакии Вернулся в Москву Московский детский садик Потом первые шаги В московской школе Как дедушка Бабушка Брал ли он Какие-то научно-исследовательские Заведения Тебя? Ну, ходили, да Артем Николаевич Это мой дедушка Он человек науки, конечно Он тоже посвящал меня Бабушка у нас Такая женщина Была своеобразная Она всегда Следила с моим дедушкой То есть Человек, который Очень жесткий Очень жесткий Он был в работе То есть он прям человек в дело Дома он прям как зайка была Она ему Слюняшки завязывала Там все носила ему Прямо он был совершенно другой Очень мягкий человек Очень хороший Порядочный Они познакомились с бабушкой Когда была война Они на фронте Делали Конструировали Гвардировщики Истребители Ее звали Аннушка Ножки Потому что у нее очень красивые ноги были Когда она шла Потом, смотрите, смотрите Аннушка Ножки пошла Она была начальником Своего отдела А он начальником Своего отдела Ну вот в общем Они Сдружились Поженились Вот и всю жизнь Вместе Прожили Очень хорошую Долгую, красивую жизнь Так А в каком году родилась Твоя мама? В 2009 году моя мама Она у нее Уникальный человек Она знает все обо всем Она человек очень духовный Она очень правильную жизнь ведет Она читает книги Она каждый день Занимается йогой Многие даже говорят Что она выглядит лучше чем я Она как балерина у меня Она красотка И она знает все обо всем Вот, ну, она умеет Шкафы собирать Вешать картины Шить Готовить Я не знаю, что Моя мама не умеет Но сложнее спросить Что она не умеет Потому что у нее такая жизнь была Конечно Мне бы хотелось Немножко сгрузить ее Потому что Ну, сложная Поэтому она все Обо всем знает Это прекрасно Что так И вот, когда ты ощутила Вот, как правило В детском саду еще ощущается Что Я буду артисткой Это начинается еще На уроках музыки В детском саду Когда приходят воспитательницы Музыкальные группы Говорят А сейчас у нас будет Сейчас музыки Сейчас мы петь Танцевать Я помню, различные польки Типа шаг в лево Шаг в право Мы танцевали в детском саде Различные гопачки Русские кадрили Камаринские и т.д. и т.д. Вот расскажи Что это про детский сад Ты помнишь или нет? Да, это было уникально Я еще с детства была Большим актером Даже так Потому что Если честно Я всего один день была В детском саду Моя мама повезла Привела меня в детский садик И мне настолько там не понравилось Что почему-то Нужно было спать Когда все спят А я же другая И мне нельзя заставлять Ничего делать Если я от себя что-то хочу делать Я это делаю А если меня заставлять Я наоборот Я не буду это делать Иногда в жизни И мама привела Моя маленькую в детский садик Когда они гуляли Я побежала Через пролет Он там такой был Небольшой В заборе пролет И мама очень удивилась Когда она сидит дома А я с моим в дверь Я говорю Боже мой Что перешла даже дорогу сама Такой кошмар Ну и все Больше в садик я не ходила В школе Я просто победила Вокус красоты в школе Самый красивый мальчик Спешепластик Самый танцевал Я в меня влюбился Ну мне было недороги Потому что Когда я поступила в институт Я открыла тогда еще Модный журнал Там глянцевые Там где модели Там где танцоры Там где звезды И я сидела И подумала А почему я не звезда Нет Это надо подкорректировать В этом моменте Потому что я считаю Что человек Сам творец Своей счастье Своей судьбы Вот если ты точно ставишь цель Она у тебя будет Главное Чтобы двигаться до цели Ну и все Я была сначала танцором Я даже знала Акробатику на шесте Но это Ни в коем случае не эстетист Конечно Это Я знала Гол-гол танцевать Вот это Я танцевала сразу В топовых клубах Самых Самых крутых Я стала пользоваться Очень большим успехом Меня стали звать Все звезды Все на потанцовке Это Голубые гонки Все праздники Самые большие сцены И предприятия Самые Мощные Я их Конечно Была всегда Приблажена на них Это впечатление производят Весь же детстве На какой улице в Москве вы жили Немножко о твоих Одноклассниках Память осталась Не осталась Была Большая квартира на Тверской Огромная 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 Квартира была Потом Я сейчас живу Как и раньше Это второй Сетлинский проезд Это Единственный дом Настоящий На грудовых ходах На воздушной подушке Он действительно Сосемически очень устойчивый Там тоже был анекдот Дедушке Выделили две квартиры Там И Поскольку он Ученый известный Конечно У него Мозги немножко В другом ракурсе Работают Она выделена На пятнадцатом этаже Там уже было Лепнина И мрамор И все абсолютно другое И планировка даже Другая Но он взял И записал Четырнадцатый этаж Ошибся Ну я все переделала Конечно там У меня очень красиво Я собираю картины Дом артиста Конечно У меня Каждая вещь Дома это мое любимое Это каждое мое воспоминание У меня Каждый раз Когда я приезжала на гастроли У меня огромное количество Магнитиков У меня два владельника Был раньше три Хотя две маленькие женщины живут Сейчас два И они все полностью Объединены Со всего мира Магнитами У меня весь дом в картины Пусть я собираю Крепционер картин тоже Я Крепционирую всякие Такие эксклюзивные Интересные вещи Оригинальные Потому что я считаю Что до всех артистов Отдыхает Каждая вещь дома Должна радоваться Итак Школьные вечера Ты там блистаешь Как одна из героинь Это где-то Примерно начало Второй половины 90-х годов В какой институт ты пошла И как В чем был предопределен Твой выбор Поскольку У меня Ученые И папа тоже Носит наргардами Начальником работы У тебя Замечательные Твои родители Оказали на тебе Нужное влияние И ты выбрала Расскажи о том Как ты выбрала То самое Учебное заведение В котором ты в итоге оказалась Восток Поскольку у меня Вся семья Управленческие Управления Я выбрала Государственные Управления Выхина 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 Да То есть это сначала Брендж Бизнес Управление Энолитическое Там очень сложно было Куда пошел Бар Вот эту схему Надо бы рисовать Математика тоже Мне пришлось Чтобы на пятерку сдать Я единственная Кто сдал на пятерку Сделать так Чтобы меня влюбилась Математика Ничего не было Просто я сделала так Чтобы меня влюбилась Пятерку получить А так он всегда говорил Так Домашняя работа Сделана Кому-нибудь Нет Не сделана Нормала тетрадка И говорила Тебе пол Тебе два А мне всегда пятерки ставят Вот А потом Управление персонала Я пошла Ну и я считаю Что вообще Из всех этих формул Я до сих пор думаю Когда они мне пригодятся Эти формулы Там очень много всего Которое мне пригодилось Вот то что я знаю Пять иностранных языков Это действительно Мне очень помогает Если бы я не знала Афинского Я наверное Жизнь испытала Потому что это очень важно Уметь общаться с людьми Немецкий Турецкий Но он же похож на Азербайджанский Узбекский Поэтому мы эти языки тоже Понимаем Турецкий тебе легко Дался, нет? Турецкий Нашием Мачо пас Омана Теперь по-русски Это очень смешно Как я знаю эти языки Когда я идешь на рынок Я люблю рыночный помидор Там вот эти вот Овощи Покупать На рынках Мы с мамой В Байдинге приходим Я слышу Когда они вот сидят Обсуждают Потому что я не понимаю ничего Грудь Мое тело обсуждают Главное Делаешь, что ты ничего не понимаешь И в конце сказать Чего ты шаги Главное сказать Без акцента И они все Красеют Зеленеют Они просто не понимают Что я могла понять Что они меня обсуждали Это конечно слышно Хорошо Замечательно И соответственно Диплом университета управления Все-таки удалось в итоге получить Или нет? Ну конечно У меня есть дипломы все И в Англии диплом И в Мексике диплом конечно Так То есть московская студенческая жизнь До конца доведена не была Некоторые семестры Ты проводила Вот в этих странах Типа Англия Мексика Может быть Турция Ну в детстве тоже Когда я училась в школе Я говорила что я очень сильно болею А сама приходила Почему-то очень загорелая Тоже ездила отдыхать Основительная И так далее А потом приходилось конечно Что-то такое придумывать А почему я отсутствую Потому что тогда уже Я на тот момент была Лицом бельевой марки Ну согласитесь Это очень даже весно Когда со всех моделей Потом со всех показов Собирают все белье И дарят мне Только мне так дарили Все деньги платили И по всему городу Все парни говорят Побесили вместе со мной Какой же магазин Там висят Потом я получился Первый Как мой муж Гражданский Он хоть на полгода Старше меня был Но он очень властный Черный рейдер Он не знает что-то такое Очень хорошо Подкованный Юридическом Мире И Свои компании Там всему городу Офисы были брожены Молодые ребята Работали Значит если Например у кого-то Есть ну скажем Завод да Или шопинг-эффициент Допустим Два партнера Один решил Чтобы допустим У нас только его был бизнес А второго Решил выкинуть бизнес К примеру Потом приходил к нам В офисе Платил деньги Крупные конечно Понятно Изначально готовились документы Уже были готовы В этот момент Когда человек Приезжает Другой человек Убирает И меняется Таким образом Власть Таким вещами Он так Всю Москву То есть по сути Происходился Процесс захвата Предательства И так далее Не Ему хватило Заказчик Как раз тот Кто Хотел Полностью В динамичном виде Владеть Какой-то Крупной структурой Один раз Я Ну я ездила себе с охраной Два охранника И водитель Я сказала как-то Что я очень сильно заболела Каково себя чувствую Распустила охрану А сама тем временем Поехала Сниматься Группа «Русский размер» У Иры Темничевой И ее мужа Хороший был клип Ничего такого Ну вот Дружеский Такое Все звезды сварились Все так долго знали Но Как-то заметил видимо Как-то локацию Послушки наверняка У меня в сети были Он меня первый раз разбил Второй раз Я выступила в качестве модели В бельевом багазе И когда мы были в Сочи Ну Через несколько дней Поехали Позвонила его другу Сказала что У меня в плейбой Напечатали на первой странице У всех Я после этого Боялась Работать в шоу-бизнесе Вот уходила Но сейчас Так Но в плейбой Работали вообще В полной обнаженке Я правильно понимаю Да? Нет В белье Почему В белье В полной обнаженке Нет В белье Я все понял Впечатления производят Как пришло первое предложение Серьезно Как танцовщица С той же самой группой Либо НМ В позднем составе С другими группами Начиная с какого? С школьного С институтского Ну это там примерно Примерно произошло Когда мне было лет 18 Наверное Это первый курс института По сути, да? Ну да Так И пошли по ссылке С постоянным предложением Это не постоянный клуб Это я работала И в Ферсте Работала Спелин 13 Это легенды такие Клубного мира Потому что там собирались Звездные Люди Звезды То есть там Все было На уровне сделано То есть необычные клубы И я сначала Просто была танцом И соответственно Когда меня видели Супер из предложения Как в модели бизнеса Так в актерскую Так и петь Выступать Трансовать Отлично И наступает время Первой поездки за рубеж В качестве единицы Шоу-бизнеса Расскажи Что это была за страна И в составе Какого творческой группы Ты поехала? Меня позвал Бафф Дэдди Пресс Хилтоном Это был пляж Ники-Бич Сентропе Потом я в Куршерель ездила Там была вечеринка Очень крутая Без бриллиантов В трех часов Я выступала У Сергея Шнурова Знаешь? Шнуров тоже меня К себе звал вступать Пошли голубые коньки Пошли разные Абсолютно разные Вступления Но такие самые добовые Высокооплачиваемые Так Тогда расскажи пожалуйста Пункт 1 Сергей Шнуров Как Примерно сколько лет назад При каких обстоятельствах Вы познакомились И то же самое Немножечко Опыт работы В голубых огоньках Потому что голубые огоньки Это все-таки У нас Станкино И это будет очень интересно Это будет очень интригующе У Шнурова Познакомились Меня тут Цепелин Позвал Это как раз в вечеринке Без бриллиантов Таких часов была Это в Куршевеле В шале Выбирали шикарное шале Мне огромное С бассейном дали Ковры были из лесы Все в картинах Было очень прикольно Это в Куршевеле, да? В Куршевеле Кстати, первый раз Я попробовала именно тогда Устальцы Я сначала сказала Что это вообще есть не могу Все сказали, пока я не попробую Они от меня не отстанут Ну там они огромные Такую тарелку заказали Ну когда я попробовала Мне очень понравилось Устальвая шампанский Вот Очень даже здорово До сих пор я очень любил устальцы Ну в ночи мы там научили Они сказали Давай вот тебе на платье Сноуборд А я никогда еще до этого не ездила На сноуборде Я говорю, хорошо А у меня Нога правая ведущая Сзади Примерно по таким углам Они взяли В другую сторону взяли Все сказали Я хочу у нас кто-то с бабочками Господи Они мне сразу На черную трассу Поставили Я очень долго с нее спускалась Я уже думала На санку поехать на сноуборде Но научилась Потом каталась На горных крышах Борда черна тоже В самом дорогом ресторане В мире Я была Там Салат 500 евро минимум А то и тысячи Две тысячи евро Такого плана все блюда Я даже брала Тут меню Потому что там действительно Такие уникальные цены Они были похожи на Номер телефона Я ездила на кораблях Работала вместе с Бонни М Наркотик Траст Вакуум Несколько раз даже попала шторм Это было очень страшно И может уже все Но я спросила Пошла Как вы думаете Мы не можем перевернуться Вот по идее нету Я так не знаю Неутешительно Простите А что это было за плавательное судно? Это была яхта? На яхте тоже Я попадала в большой шторм То есть даже заливала на яхту водой Там я вместе жила По всей Сицилии проехала По всей Италии Сурсилии Порто-Черво Это у нас каждый день Новое было выступление Это в составе группы Шнурова, да? Ну нет Это другое уже было Меня просто как артиста позвали А как певицу Это танцора Это были Был какой-то гастрольный тур Гастрольный тур Каждый день Разное место А как же вы Который галстук в себя дел? А как же вы Миллиандеры? Ну, не знаю У меня был свой склавный Вот кому он показывал? Там много миллиардеров Это большая яхта регата В 2008 году Это яхта регата И миллиардеры Они ездили без водогонки Только на парусах Там вот такая фишка была Что кто же победит И как раз вот там вот мы выехали Когда была прекрасная погода И почему-то попали в такое шторм Жуткий Хотя буквально через час Наверное Уже был абсолютно штик полный Вот Конечно я очень испугалась Потому что яхту прям Ну, мы могли перевернуть Мне сказали, что вообще Нам вот таким образом Сделали, да? Форму Да? Вот внизу Но по идее Не должна перевернуться Так не знаю Это было ощущение Вот этой вот Тревожной ситуации Это было во время Яхтенного путешествия Да? И яхта Я попадала Что на корабле И даже Чуть не разбились Один раз на самолете На частном Поэтому я боюсь На частных самолетах Хуже ездить Потому что их так трясет Трясет? Очень сильно, да Чувствуется Если большой самолет Это не так чувствуется Потому что Ну вот Больше мощь, наверное А частных самолетах Очень трясет Да То есть имеется в виду Ты ощущаешь Неустойчивость В полет То есть проблема С устойчивостью полета Да? Ну да То 10 этажей вверх То 10 этажей вниз Выпадаешь Как будто Ну это Нужно быть Достаточно опытным пилотом Чтобы соответственно Хорошо вести Потому что Есть проблема Нашей малой авиации Как известно Ну частные самолеты Все равно конечно В любом случае Чувствуется больше Нет Я и на большом самолете С Майами летела У меня были концерты В Майами Вот Тоже на Ники Пич Вот Тоже Попали Это называется Воздушная яма Вот это очень неприятно Даже мужчины там Включали Попали Я думала Причем я ехала В первом классе Вот что же было в конце Я даже не знаю Потому что первый класс Меньше трясет Там конечно очень Жестоко было Там Чувствуется Как будто вся душа опускается То есть грубо говоря Такое ощущение Что самолет берет И падает вниз Да Если самолет берет Падает вниз Это соответственно Идет абсолютно без каких-либо Предупреждений Со стороны стюардов Не ну сказали Как Нет Сказали конечно Надо срочно пристегнуться Сидеть Срочно пристегнуться Конечно Так Не ну это конечно Впечатление производит Если можно Майами В целом Соединенные Штаты Америки В целом Я жила там Так Ну и Как это все Вот Пару-тройку впечатлений Конкретно О Майами Ну Я жила в единстве Кондо На Майами Бич У меня из окна Ники Бич Он такой На одном из этажей Был шикарный фитнес-центр Я туда сразу платила Родила Я тоже первого ребенка Мелиссу Вон сайном Госпиталь Я сейчас там Фаундер У меня кипучик заложили Положили сумму Я личный врач Был Джей Ло И Мадонна Немалородная Марицу Петра Конечно там здорово Красиво Мне кажется что там Меликанцы всегда там Идят как бы бургеры А на самом деле Нет Они все особо ухажены Утром по моей величине Пробежки Как раз около моего дома Там стояли У звезд их личные Обилки личные Звезды Как вам написано Такая-такая-то звезда Вот я там тоже пекала Мне нравилось Очень Отель Фрунтенблю Шикарные Там Несколько миллиардов долларов В него вложили Там шикарные рестораны Особенно Нолку Мне нравилось Там внизу Шикарные вечеринки Звезды Рэперы Все ходят В очень крутой клуб Виапи Мне нравилось тоже Мне нравилось гулять По Линкольн Роуд Там красивые Выставки Картин Меня люблю Мне нравится Это искусство конечно Я смотрела на эти все Выставки там Каждый Когда идешь по улице По Линкольн Роуд Там каждое В общем место Там проходишь Одна музыка Потом пройдешь Там два шага Другая уже музыка Такое-то солнечное Классное место Куча народа Магазинах Кафе Когда идешь С Линкольн Роуд Ну до моего корня До моего дома Там очень красивое здание Которое принадлежало Самому Версачу Которого там убили Вот Его уже убили около Когда он выходил из На газеты с утра Какой-то его поклонник Ну любовник Очень красиво И там кстати сейчас Устраиваются Рэперские вечеринки Болеприятия всякие Не ну можно зайти В ресторан Посидеть просто Ну это надо Заранее все туда заваривать Сорендовать А можно делать Болеприятия Ну красиво Мне понравилось Очень интересно Ну и вообще погода всегда хорошая И что самое интересное Когда вот я поняла Что я уезжаю рожать Туда Ну муж так захотел Просто мой Сейчас скажу В декабре месяце Я знала что туда поеду Примерно Они сказали Месяц за семь Примерно Что будет На Мергудах Какой-то ураган сильный Как можно разузнать Представляете Какая техника у них Что через столько времени Будет ураган И действительно Точно Именно в это время Был ураган Что самое интересное Чудо техники Чудо прогнозирования Ну да В Америке Как известно Океанология И метеорология Поставлены Отнут не худшим образом То есть по крайней мере Расчеты и всякого рода Они проводят значительно Раньше чем наши ученые Научились по крайней мере Слушай Тема искусства освещена Теперь возвращаемся К твоей очень нелегкой Личной жизни И так ты в Москве Расстаешься С этим Как ты выражаешься Черным рейдером Черным рейдером И соответственно Что происходит дальше Дальше Через некоторое время Ты знакомишься Своим первым мужем От которого Ты рожаешь Двоих детей Да Но там Никогда не говори никогда Я всегда говорила Что я не буду замуж за турка Именно за турка Я вышла замуж А что он сделал для этого Он мне сказал Что он все будет мне разрешать Что он будет очень лояльным Вот конечно Нужно было На повадке раньше Обращать внимание Потому что он сказал Что вот этот Который черный рейдер Тебе все запрещает А я тебе все буду разрешать А потом такой Кто-то стоял Вот смотри Сейчас потихонечку Сейчас все буду у тебя В жизни обнимать И просто забыл тебя дома И дело кончилось тем Что он просто Запер меня дома Навалка всему Мне нельзя было С соседями общаться Хотя у меня соседи Очень известные На весь мир Люди Ну там уж так Уделенные дома Где я живу Там непростые все Много миллиардов Дома конечно Без замка Я жила только в замках Ну да Я не разрешала Даже с мамой общаться Даже до этого дошла Я не разрешала Классить на улицу Ну допустим Я Когда жила в Дубае Это Я жила Ну я много где В Фурсизесе жила В Хаяте Жила потом В Пальм Айленд В Пальм Я Стекла в пол Они вроде непробиваемые Конечно Вот Но я вижу море Вот примерно Там не знаю Как вот эта дверь Например Лиза совсем Вот Но Либо холодно Либо жарко Либо слишком рано Либо слишком поздно Либо ветер Короче Я даже не могла выйти на море купаться То есть До такой степени То есть все было нельзя Все просто Это просто кошмарно Судя по ощущениям Так И расскажи Соответственно Ты рожаешь им Как бы этих двоих детей И потом торжественно объявляешь Что ты хочешь с ним развестись По всем законам Нет Это не так было Через 13 лет с ним До сих пор У меня врагозводный процесс В Турции Началось за здравие И закончилось за упокой У меня была шикарнейшая свадьба Это да Спасибо ему Шикарные подарки Свадьба была на крыше Здесь в Старлатоне У меня было 300 человек народу Так Это простите Это где? Турция? Америка? Нет Старлатон здесь Был Кремль Было хорошее общество У меня выступали группа Руки вверх Фати Таркан Песков Саша С этой программой Ну много-много артистов Звезд выступало Я в шикарном платье была Миллионеры Были звездами Была очень красивая Такая тусовка Ну после руки Я вышла замуж Конечно там Понятно Дети Занятия домом Я стала ресторатором Потому что я люблю очень готовить У меня были свои рестораны И кафе Стоп Это все происходило в Турции В Турции В каком примере? У меня и в Турции В России и в Америке были свои рестораны А Это замечательно То есть у вас как-то с вашим мужем Был семейный бизнес? Ну да Но иногда Там какие-то были моменты Когда Например Ширков не выйдет Я сама приходила Приезжала И сама готовила Иногда даже Доставка Кто-то там не смогу доехать Даже я иногда В качестве доставщика была По многих рабочих Была Замечательно А теперь об этом жилище Которое ты рассказала Где там все из стекла И хорошо видно море В каком месте земного шара В каком месте Турции Оно находилось? Да У меня много где была недвижимость Но конкретно То что ты рассказывала Это Кпай Пайм Айленд Ну Пайм Айленд Да Замечательно У меня был весь этаж Куплен адрес фото Который напротив Бурж Калифа Ну вот я помню Когда открывался Бурж Калифа Там первые шесть этажей же Там первые шесть этажей же Там первые шесть Это Армания фото Ну Армания Да все Там даже посуда Армания И мебель У этого отеля И очень красиво было шоу У меня были окна на Бурж Калифа Со всех этажей Шикарный салют делался Необыкновеннейшее шоу Это рядом с пающими фонтанами Где тупая моря Там это Ну все Под моим домом Собственно говоря Вот я помню Что мы кристалл как раз Стояли пили кристалл На балконе С нашими друзьями Так Замечательно Чарующе Впечатление производит И скажи пожалуйста Вот это очень С моей точки зрения По моим наблюдениям Очень удивительный эффект Эффект Золотой клетки Артистка Тебе дают много денег И твой муж Как создается впечатление В целом Резко Негативно Влиял на твою Свободу перемещения Свободу творчества Следовательно Он Как создается впечатление Очень сильно На тебя давил Как на человека Как на личность Как на творческую единицу Так? Да Да Разумеется Я полностью выкладываюсь Можно на дом Долженое предприятие И в качестве Певицы И в качестве актера И в качестве ведущей И с организатором Все вместе Все в одном И конечно Я считаю что Человеку нужно Самореализовываться Не ну кому как конечно Есть разные виды людей Кто-то хочет просто удачно Замуж Дома сидеть Ну я конечно Хотела бы больше Самореализовываться И я считаю что Каждый человек должен просто Развиваться Каждый раз Все выше и выше Потому что Просто так вот сидеть Дома И заниматься бытом Это на самом деле Это считается Что женщина Она не работает Ничего не делает На самом деле Это самая неблагодарная работа Когда ты сидишь Готовишь Убираешь Детьми Кажешь за мужем Считается что ты Ничего не делаешь Вот и в принципе Ты устаешь Гораздо больше Чем выступить пойти Ну это общеизвестно Поскольку женщина Которая работает В каком-либо заведении Она в известной степени Чувствует себя В центре внимания К ней обращаются Уважительно Нет никаких Излишних Непонятных эмоций Нет никаких Сигналов срочности Мама принеси Мама иди сюда Мама приготовь И так далее То есть брось все И сделай что-то для меня Соответственно нет Вот это вот Столь измеряющий Семейной срочности Смотри Допустим ты сейчас В очень роскошной роли Ты можешь обратиться Ко всем мужчинам Которые хотят В качестве жен Взять артистов Фотомоделей И других представителей Творческих профессий Сможешь ли ты Обратиться к ним призывом Дорогие мужчины Пожалуйста Не сажайте нас В золотую клетку Не Мешайте Нашей жизни творческой Ты можешь так сказать В адрес таких мужчин Или нет? Я бы хотела Обратиться к мужчинам Чтобы они Были более Бережными Сами женщинам Увериться Или их уважали Давали возможность Работать Самоутверждаться тоже Ну и просто Друг к другу Относиться более Бережно Потому что Вот тогда когда мы Друга имеем Рядом Никто это особо не ценит Так вот теряем Муж плачет Конечно Нужно делать скидку Уметь прощать Потому что Я считаю что все таки Семья это Большая-большая работа И как ты ее проработаешь Так она у тебя В принципе и получится Я с моей точки зрения Сделала все Чтобы человек был счастлив На меня он мало внимания Обращал Потому что он был весь в работе Я не знаю Почему так Произошло Но я думала что Когда ты Человека унижаешь Бьешь его Как он меня избивал Все не освежаешь Человек хочет Даже не хочет Поникнет И это очень важно Для друга Уметь поддерживать Давайте какие-то советы Уметь говорить А если только Уезжаешь к человеку Как в цветочек Если не поешь Что будет Он уже заглядит И умрет То же самое в семейной жизни Мне не повезло Катюша мне очень неловко В связи с тем Что я тебя довел до слез Как интервьюер Готов перед тобой Принести всяческие извинения Для тебя эта тема В известной степени Болезненная У меня это получилось Непроизвольно Извините Ты слишком одиозный Как человек Как личность Поэтому я позволил себе Как можно более подробно И соответственно пошел этот Очень негативный процесс И в конце концов Пошел процесс судебный В результате которого Он этих двоих Твоих дочерей Ваших общих дочерей Он не выиграл Я выиграл Он сделал это обманным путем В Турции В территории Турции Он сначала Меня очень жестко Оказывал И заставил Пописать документы На отчуждение От всего имущества А за что Если не секрет За то что А ты нарушаешь его запреты Которые он устанавливает Нет Он сказал что Он хочет все переписать На свою маму Отчуждение от имущества Перепиши Иначе я заберу детей И тебе не буду давать их общаться А потом Он меня привез в Турцию Ну как бы В декабристо В городе Турции тоже За ним пошли Да Все-таки это твой муж И 12 лет Это же не просто кто-то А я поехала Он меня там запер Тем самым временем Он Подал на развод А я же турецкий там не настолько знала Потому что Есть определенная узкая специализация Допустим У меня мама закончила Университет у Марии Стерези Иностранных языков Но есть специализация Если, например, ты в экономике Знаешь, допустим, язык немецкий Например, да То это в космос Например, не забираешься Но это узкая специализация Тем более судебные документы вот эти Вот я его в самом конце увидела Он сказал, что ты давай Приезжай в Москву И через три месяца Ешь обратно Хотя я его купила в Москве А он меня там Нелегал подержал И вообще Он рожден был от брата Мама вышла за братом Такая странная история И Двоюродного, я надеюсь? Ну, когда двоюродное Там было вот следующее дело Это отдельная история Странная Очень Ею каждый день рассказывали А в итоге со мной так поступила Это мама и он Ну, моя мама просто начала ему говорить Что ты любишь свою жену больше, чем меня Чем его И ее, да? Он говорит, тогда бросай ее И я сама Хочу, чтобы мы возьмем няню И мы будем воспитывать с тобой вместе детей А он маму давай слушать Вот И вообще, мне кажется, что Женщина не интересует Я извиняюсь в подробности Но В течение тринадцати лет Он со мной вспомнил несколько раз только Да и то, чтобы детей сделать Вот Это странно Довольно-таки Вот Причем Ну, он свой свидетель своего из меня Вот Это тоже странно Потому что они как кошелечка с мошелечкой ходили Такие Женоподобного вида Он изначально Прежде чем еще У нас был секс с ним Он мне сказал, что Я хочу у тебя детей То есть он обычно же как по-другому сначала Да Сначала там встречаются Потом люди Женятся Потому что у детей Да Он сказал, я всегда хочу у детей Можно просто хотел кровь разбавить Как-то, потому что Там у него родственные связи А мама, значит, его Вышла замуж за братом И Она, значит, у нее резус фактор отрицательной крови А отца положительный Она ему могла забеременеть Потом забеременела Но На шестой месяце Сказали, что ребенок умрет Мне пришлось лежать Как она рассказала С шестого по девятый месяц Многие кверки На сохранение А муж все за ней делал Там мудки, таскал И так далее Потом она развела Она тоже Несколько месяцев там лежала Он тоже все делал За ребенком За ней А потом она встала Одним днем Говорит, я поехала в клуб В другой Если они жили на Смире А она говорит, я в Стабуг поеду Не знаю Я считаю, что Конечно, просто довольно-таки странно Муж такой сказать Тем более без него Даже уж если бы Человек Подрастроился Уже в восточных людях Он говорит, нет, ты не поедешь В клуб Она говорит, нет, поеду Вызвала своего отца Приехала Сказала, что Ты мою дочку Отпустишь Иначе это Я заберу дочь А он говорит, а это Я заберу сына Ну, как раз Моего мужа Из этого Она говорит, с отцом Забирай И два года она не видела Собственного ребенка Он говорит, уже Сам давай Сами заезжайте Забирайте ребенка Вот там и болел И то ему кровь шла То еще что-то Вот Но Пока он сам не привез Они ждали То есть Странная история Мне сказали Вот сейчас даже Что Детей забери Я прямо сейчас встала Побежала и все бросила Потому что он же ребенок И ему странно Что он рассказывал Что-то помнить все Два года Но вы же не помните Что было с вами два года Вот и я не помню Нет, я помню Первое мое Самое яркое впечатление В моей жизни Когда мне было два года Это когда Меня забрали Резать аппендицит Лично меня В два года В два года Такое было событие В моей личной жизни У меня был аппендицит Вырезан два года Я помню совершенно четко Некий болевой приступ У меня было некое Нечто Абсолютно сумасшествие И пришли какие-то Дяди в халатах В очках Они соответственно Быстро что-то Я не помню что они со мной сделали Но я быстро соответственно Несколько дней уже ничего не помнил А потом нормально вернулся домой И так далее Ну вот собственно И пошло мое Советско-социалистическое детство Ксюша замечательно Ну вот я так понял Под этим общим негативом У тебя и впечатления о Турции Как в стране Тоже как-то Не самые радушные Я правильно понимаю Я могу сказать одно Берегите себя Дай Бог Чтобы ребенка Тебе вернули И мне было Очень приятно Потому что Все турки Были за меня Это правда Все турки были за тебя Это Надо еще порадоваться Хорошо Тогда собственно Возвращение После всей этой Очень нелегкой Турецкой катавасии В Россию Значит ты Насколько я понимаю Как у меня создалось впечатление Возвращаешься особо Без каких-либо Без какой-либо Наличности в кармане Ноль Даже штраф Он заставил мою маму платить Он сказал Что у меня нет денег Ну правда Мне всегда особо Много денег не давало Когда Машины покупали вместе Там Какие-то мелочи Но так Чтобы у меня прям Аттракционно щедрость Не дождешься Я всегда вообще думала Что он не такой богатый Оказалось Что он миллионер Ну Иногда просто Резко различные Представления бывают О миллионерах И о миллиардерах В других странах Могу привести Один пример Я свой дом Расценю В 1 миллион долларов Поэтому я сам себя Считаю миллионером Так в Соединенных Штатах Америки Это то Это тот момент Который далеко не всегда И далеко не в полном объеме Понимают граждане Стран русскоязычного пространства У нас Это не так У нас считается Что если миллионер Это или какая-то промышленность Или какая-то наличка В кармане У них это так То есть я так понял Он в итоге оказался Не настолько солидным И состоятельным Чтобы тебя содержать И не настолько тебя любил И соответственно взял Отпустил абсолютно Без копейки в кармане Без цента в кармане Обратно в Москву И соответственно Твой процесс Репатриации в России Как он происходил Нет На самом деле Он меня даже без телефона Отправил Вообще ничего не было Он специально Папостил Даже штраф за то Что в стране Нелегалка он держал Даже моя мама платила Ну я издевалась так специально На самом деле Ну это нет Я считаю что если ты Всему миру Медвижка Шитальные дома Замки Всему миру И бизнес свой тоже У него как раз все хорошо У него как раз все хорошо У меня русская жена Дети от русской жены Собственно Собственно Ситуация очень пикантная И правильно я понимаю Ситуация еще до конца С ними не урегулирована Нет Он не дает общаться полностью Я поэтому Участвую во многих Ток-шоу Прихожу Чтобы просто Детям Передать привет И признаться в любви И поздравить с праздниками Это конечно уникально Но с телевидением С телевидением Да То есть по скайпу Общения нет Нет Он сначала давал На одну-две минуты Заставлял помочь молчать Сейчас полностью превратил Я думаю Это пример довольно-таки Жестокого поведения Хорошо Итак Соответственно В каком году Состоялось возвращение Вот после этой турецкой эпопеи Обратно в Россию По-моему В шестнадцатом Я приехала Я работала На нескольких работах Я ночью выступала А днем Я работала стилистом В Думе В Гуме Ну это Мэргуре Это да Там же целая там Не только ЦУМ Я видела ВЛТ Либо Барвихла Шевинаш Ради Сусянство Славянское Это Кутуза Это Ну это Москва Это столешка Ну там Петяковка Ну ты смотришь Где наличие товара Ходишь сама Бегаешь Даже Зимой В тапочку ходим Быстрее бежишь Там собрать сюда Люди товары Собираешь все это Ну и подбираешь руки Звездным Миллионерам Миллионерам И так далее По всем этажам тоже Тоже суммы Надо знать Где что Сочетаемо Несочетаемо И размеры Примерно Лучше знать Ну это целая история Я могу себе представить То есть ты Грубо говоря Работа костюмера была Я правильно понимаю Ну на самом деле Стилист это Судовщиков Потому что На складу Самой лучше Потому что Очень долго Кого-то просить Проще самой пройти И взять Потому что там очень Пока там нет Там азиат уже Может продать товар Это и охранник вещей Потому что у нас Не взяли ответственность И отвернешься туда Там за секунду Подходит Приходит раз И огромную куртку Могу Каким-то образом В руках засунуть Или в пакет С фольгой Ну и соответственно Это тоже выплачивают Там У меня по несколько Миллионов стоит По пять миллионов По шесть По семь То есть Это тоже Ну как и психолог Потому что Продавец сказок Нужно Чтобы уметь Продать вещи Надо подать Правильно Потому что в принципе Люди приходят Богатым И все есть Они в основном Пообщаются Поугуляют Чтобы продать Большую сумму Конечно нужно очень Известно Постараться Даже Ты тоже умеешь Складывать вещи Красиво Но это тоже Доварный вид Это же не просто На полочку Рубашки Подкалываешь И так далее Отпариваешь вещи Вот Если они мягкие Там идешь Примерку Ну не Примерку А там Склады Подпариваешь Так Отлично Так Ну и сейчас Говорим о тебе Как о творческой единице Ты сейчас Предлагаешь Введение мероприятий Ты сейчас Предлагаешь Отдельные концертные номера Ты сейчас Предлагаешь себя Как концертная менеджера Ты предлагаешь себя Как певицу Так выглядит Твое меню То что ты предлагаешь Мне все будет Я еще придумываю костюмы Я сама и шью Я и моя мама И дизайнер тоже Еще дизайнер Так Это хорошо Здесь начинается ряд Очень интересных моментов Ты как певица Как себя расцениваешь Какой твой любимый стиль Как выглядит твой Репертуар Как ты тянула бы Или не тянула бы Какую бы концертную программу Как вообще выглядит Такое существует Или нет Мы заказываем Ксению Грин Как певицу На один концерт Как меня назвали Самая эпатажная Скандальная Социальная певица года Вот Я люблю Разный стиль На самом деле Это и поп-музыка И рэнби И рэп жесткий Олдску тоже В разных стилях работы Сейчас мне пишется С новой программой С известными людьми Моими друзьями Она будет Патриотика Потому что сейчас Тоже умеет Вместо быть Мастф Потому что Нужно поддерживать Друг народа Есть какие-то смешные Мои песни Есть Абсолютно разные То есть В моей программе 10 песен А все Абсолютно разные Но На вкус И цвет То есть И так И так И так Подошло Ну то есть В основном Это выглядит Не как отдельные концерты А как отдельные концертные номера И сеты на вечеринках Да? Как я понимаю Разные Не обязательно мероприятия Может быть На большой сцене Тоже Какие-то концертные программы Большие Это были Все Вечера памяти Связанные С Юрой Шатуновым И там Большие сцены Я и вела программу Одновременно И выступала тоже Вот Мы это сделали Скворотом Крымовым Ну понятно Ага Это прекрасно Тогда вот собственно Два последних Весьма бурных романа Из твоей биографии Это господин Пьер Нарцис И господин Юра Шатунов Ну собственно Что можно об этом сказать? Ну что можно об этом сказать? То что отношения были классные Было весело Здорово Мы на кухне Сидели Сочиняли песни Я шоколадный заяц Я ласковимый завист Я сладкий на все стол О-о-о-о Вот веселились Звали гостей тоже То что когда я вышла замуж За Андрея За последнего своего мужа Он узнал что будет меня передать На руках носить А в итоге И за них меня избил Ну один из всех было У меня было спасение моста Я его посадила с сумочкой Мне она сказала Чтобы с мужчинами общаться Потому что это такой клип Вот Потому что если я буду просто Сидеть в салат Или в чашку чая смотреть Это будет реально скучно А я ей подожду С одним из мужчин обнималась С другим Он в итоге встал При всех посадения У меня ударило Я упала С ответственностью И мозг упал У меня тащил еще закупку За 600 тысяч Перепляет Вот А сейчас там вообще Эпицент И он все и порвал Так мы починили Вот Ну это грустно Так Два раза избил меня Да Два раза избил Да ну так Вот Что нужно самое интересное Потому что Интересно из того Что не расскажут другие Рассказать о господине Пьере Нарциссе Ведь человек в общем то Выглядит как Немножечко сенсационное Немножечко Маргинальное явление Для нашей Русскоязычной эстрады Это продолжение Советской народной Поговорки Русские любят негров Вот таким образом Продюсер Макс Фадеев Один раз полюбил Ему как-то приглянулся Негритянский паренек Который Время в времени Показывался в различных Тусовках популярной культуры И вот таким образом Пьер Нарцис 1977 года рождения Превратился в шоколадного зайца И начал мелькать На некоторых музыкальных каналах Обстоятельства Вашего знакомства И собственно Состоялись Или не состоялись Знакомства с биологической Матерью его ребенка Что можно об этом сказать? Ну Познакомились Как раз вот я Две недели до этого Вышла замуж Так Вот Ну у меня как он предложил замуж За этого Андрея Как Вы упомянули, да? Да, да Вот Он по разу меня избил Вот Знакомство было Когда вот мы Клип снимали С Ласкова Мая Как раз И с Пьером Вместе Вот А мы как раз Ну просто начали общаться Просто Ну я на коленке у него посидела Ну просто Такое прикол Мужчина как раз Психонозного сильно Вот Ну я не буду Как меня обвинять в стол Ничего нету Там еще ничего не было Поэтому когда я вышла из больницы Ну я со смужем конечно Прыгнула там И я спила Вот когда я вышла из больницы Я поехала уже к первым Ну меня же обвинили в этом Правильно? Надо сделать, чтобы не так обидно было Правильно? Он был очень добрым парнем Очень и очень меня любил Он все боялся, что я умру Он умер сам У нас были очень веселые мероприятия всякие Один раз мы чуть не сожгли его дом Вот отвернулись Хотели романтик Свечки зажгли Отвернулись Там уже все Цветы загорелись Кубасмассы какие-то Так, а где на тот момент жил Пьер? Он жил с семьей Или семьи? У Пьерова улица Это напротив Каня Где его жена Она ни разу к нам не заходила И вообще начнем с того, что она все влет И на тот момент, когда я с ним жила Она даже еды не носила Там мышь повесилась у него в холодильнике И она уже жила с другим человеком Вот она сейчас от пиара Оказывает про кровь Это все она с ума придумала В любви всякие Потому что она хочет быть ведущей и певицей Но если он человек энергетики ноль Если его не зовут То хоть тресли Да? Хоть Паракофис даже Она брать на свои вещи Как будто он там на них Болдовал Ну это бред, конечно Он моей маме тоже Частное звание Хотел поставить меня на путь истинный Ну кто-нибудь из греха, правильно? Нельзя полностью Плюсовым человеку, правильно? Иногда есть минусы Но такие прикольные, да? Ну развеселые Я не могу сказать, что Ни ангелы, ни демоны Занимались своим делом В мире много раз все ошибаются Ошибки в этом уже приходили Ну понятно, это теория Широкого эргрегора Когда у женщины В природе Дается эргрегор Достаточно узкий С ним вполне Достаточно Семейная жизнь Ее телесным потребностям Когда у женщины эргрегор Широкий Ей нужен весь мир Ей нужно вообще Холоду лечься Она должна чувствовать себя Месть вселенных Видимо из таких, так? Ну и про Юрочку Что-то новое расскажи А потом будет блок Финальных вопросов Как, как, что, где Он же тоже был женатым в свое время И, насколько я понял До сожительства В рамках моих представлений Какого у вас не дошло? Нет, но он очень часто Ездил на гастроли У него было очень много концертов Жена его жила в Германии Ну так, за детей Только, собственно, с ней было уже У нас была, правда, большая любовь Но просто Бьер, он сразу Предложил мне замуж Он сказал, ты выйдешь Я замуж Он сразу сказал, ребенка А тот еще Притормазывал немножко У девушки на распад Поэтому, конечно Я выбираю, где Попроще всего Хотя Юра Очень классный Был очень добрый Он дает мне дорогие подарки Часть В основном у меня дома Потому что У него всегда В его квартире Собрались вот эти вот Его фанаты Ну там всякие женщины До сих пор сейчас бегают Хотя я на всех вечерях В памяти выступала Но я просто не говорила Что я его девушка была И вот Когда его не узнали Вообще скандал устроили из-за этого Ну а что делать Делить человека Который уже умер правильно Да они до сих пор там Что-то там Не могут его никак уделить Ну я считаю Что человек уже ушел Он просто светлая память им Кстати говоря Я что узнала Что Мужчины же хотят Конечно понравиться женщине И не все говорят Пьер говорил Что это его квартира А оказывается Квартиру он снимал От этого Ну он не был богат Пьер Вот потому что Ну у Юры было очень много денег Вот поэтому конечно Дарил дорогие подарки Пьер последние деньги все Отдавал дочке Ну и на меня тратил Ну у него не было там Таких больших денег Таких-таких Вот одевался Он стильно модно Там особо брендов Там у него не было Никаких таких вот Штоп Ну там гардеробная Ну все стильно модно Интересно Вот в принципе Он сам такой Яркий Фактурный Мне кажется Необычный А мне нравится все необычное Прекрасно Ну и расскажи пожалуйста Вот собственно Теоретически Можно было Пьера От его смерти Спасти Или нет Вот твое мнение Он же мне сказал Только за 10 дней до смерти Что ему оказывается Подарк Он говорит Ты знаешь У меня подарк Я говорю Что вы думаешь Он говорит Он говорит Я посмотрела Он говорит Он говорит Нет Отнуты не органы А мне потом сказали Что оказывается Он 10 лет знал Что у него подарк И не мог ее выручить Ну там же нужно было Не пить алкоголь Там бывало такое Что у нас Падали дома Кто-нибудь напьется И он там тоже падал Вот стул сломали Побили все Все посуду Ну так ну Ну Было любить и выпить А там же когда Лечение нельзя пить Алкоголь Это же Сбой в организме В основном происходит Из того что Ну неправильное Деление мочевой кислоты Но Оно чего Обмен веществ тоже Связан с этим Конечно Когда Перебарщиешь Постоянно там бьешь Конечно Это приведет Не к самым лучшим последствиям Хотя многие бьют и ничего Так Ксения Один маленький вопрос По ходу вашего интервью По поводу Всего информационного потока Который На вас Обрушился Я могу Заметь одну Очень интересную вещь Вы на редкость Стойко Реагируете На какой-то Негатив Который Ваш адрес То есть Негатив Который доносится Ну простите Отовсюду подряд Ну я смотрел Ну минимум три каких-то Видеоматериала Ну там был такой негатив На вас Ну прежде всего честно слово Мне захотелось Как видеооператору Просто схватить камеру У вас какое-то Достаточно тихое место Здесь мы Находимся в гостинице Метрополь Здесь к сожалению место Не очень тихое Я надеялся что будет тише Ну тише не оказалось Потому что на вас Спалился ну собственно Вот такой вот Поток негатива Скажите Как Для ваших коллег По шоу-бизнесу Прежде всего С прекрасной Половины человечества Как С минимумом душевных Травм С минимумом душевного Усерба Воспринимать Какой-то негатив Распределитесь пожалуйста Дайте какой-то психологический совет Вашим коллегам Просто нужно Опять-таки Развиваться Нужно В принципе даже Хорошо реагировать Если мы какие-то Указываем минусы Может быть Оппоректируем что-то В будущем Я раньше была Очень большой перфекционистом То есть Я должна была Почему-то так казалось Что нравится всем Но потом я поняла Почему даже вообще Всем нравится Нет Простите А перфекционист Это немножечко другое Перфекционист Это человек Который на весь Окружающий мир Накладывает Требованное Совершенство Ну да Совершенство тоже Это Если Бывает чему нравишься Кто-то заебидует Кто-то гадости делает То есть Просто надо не обращать внимание И идти дальше И если так за всех настраиваться То я думаю Что так нервов не хватит Потому что самое главное Это твоя семья Твои дети Твоя деятельность У меня много было такого Что самое смешное Это то что У меня рассылка была Ну то есть У меня такие вот Афиши делают То есть Я сама не умею делать афиши Просто рассылка Моих афиши Просто там лицо Звездочки Я тоже поставила У меня рассылку Там около 40 тысяч человек Получили друге И самое смешное Подруга моей сестры Она у меня наехала Почему ее мужу пришла Такая афиша Ну это все И в Москве она пришла Там чуть ли не драка была Это вообще Просто Мне как бы Это те люди Которые меня не уважают И любят Мне не интересно Просто я Мимо прохожу И все Ну это хорошо Это хорошо Но здесь собственно Это хорошо Когда ты выглядишь в роли Источника чего-то Лучезарного Какого-то оптимизма Какого-то плюса Это плохо Когда ты выглядишь В роли источника Какого-то удручения Это общеизвестно Слушай, теперь давайте О самом патриотическом Сейчас время не очень мирном И собственно Вопрос следующий Что бы ты Как человек Как личность Как гражданка России Сделал для себя И что бы ты сделал Для нашей замечательной страны У тебя было бы Чуть-чуть побольше денег У тебя было бы Чуть повыше общественное положение У тебя чуть было бы Повыше и покрепче популярность У тебя были бы Чуть-чуть Более крутыми Источники дохода Что бы ты сделала Для нашей Замечательной страны То есть может быть Каких-то там Допустим Твоих Женщин Твоего возраста На что-то Вдохновила бы Мобилизовала бы Что сейчас самое важное Для России Как ты считаешь Я думаю, что надо Всего держаться Друг другу поддерживать Потому что В наше нелегкое время Конечно Нельзя ссориться Нельзя топить друг другу Вот наоборот Я считаю, что Нужно Хотя бы не путать Хотя бы попытаться Помочь людям Я, например Со своей стороны Ну мы с мамой Животные покармливаем Нам Дарим одежду людям Помогаем как можем Тоже Я считаю, что Нужно Приводчику тоже петь Поддерживать Дух народов Чем-то веселым Отвлекать По наружку Часть и крошка На ладошку Положу Жу-жу-жу-жу Аккуратно С красным бантом Я обертку развяжу Жу-жу-ой Апеситно Очень стыдно Эта форма всех Влечет Чет-чет Влечет Ароматно И приятно Получаю я За счет Чет-чет Чет-чет Потому что, конечно, да Чем-то помогаешь Поддерживаешь Его Это Может многих спасти Может действительно Многих спасти Вот Чтобы у нас, конечно В здравоохранении Все было тоже хорошо Потому что Сейчас построили Новые больницы, да За секунду А там Идет какой-то Вирус Потому что там все подувается Вот Костомаров же Он же там погибает Потому что Вирус ему Занесли Тоже очень важно, конечно Вот Хотелось бы, конечно Я на это не влияю, конечно Чтобы цены Соответствовали То есть Возможностям Потому что, конечно Это правильно Когда человек приходит И не может ни чем купить Вот Сейчас в шопин-молох Везде Я смотрю Очень мало народу Мы сегодня были В округе льду В отеле на это внимание Что У народу уже нет денег Конечно Мне бы хотелось бы всем пожелать Чтобы каждый Получал Зарплату хорошую Тоже За свои труды Потому что Бывают такие Человек трудится Трудится А получает копейки И не может себе Ничего позволить Чтобы уровень жизни Конечно Был выше У человека И имел возможность Пойти в ресторан И отдыхать Поехать И вообще А кому Помочь Ну Мне бы Такие вот Мысли Скорее Ну И вот На карточке Осталось Аж Семь минут Что-то хорошее Что-то Душевное Я готов Высказать Слова Благодарности Потому что Было уже ничего Я надеюсь Мы встречаемся не в последний раз Я надеюсь Мы состоимся Может быть какой-то еще фильм придумаем По тому или иному вопросу Может быть еще какую-то книгу напишем Может быть какое-то еще Не менее забойно телевизионное Молодежное Спортивное У меня Если бы не спортивный кинематограф Я бы не оказался в роли интерьера Мы бы не познакомились на том мероприятии Кстати Кстати Мы познакомились на том мероприятии Памяти группы Динамик Группе Динамик 40 лет Благодаря тому Что я там хотел снять Марину Соболеву Это у нас же и пойдет сейчас проект Магеллан 500 Мы же всех будем спрашивать Что вы думаете по поводу того Что оказывается Российские ученые Поставили под сомнение Факт кругосветности плавания Магеллана И при твоем желании Ты сейчас можешь сказать Как внучка ученого Пару слов в камеру Это было возможно И это было не очень возможно Скажи Ксюша Ведь это занятно Это интересно Ну Ну Каждый бывает что-то приукрашивает Может быть не совсем так Вот например если взять Казанову Да Знаете историю Казанова очень интересную кстати Все считают что у него была куча женщин Какие-то истории действительно не имели место быть в его жизни На самом деле он просто человек который был литератором Писал книги И в этих книгах он рассказывал всякие истории Также он жил в богатом доме И приходили люди конкретно на его шоу послушать это все На самом деле им тоже приходилось не сладко Потому что Люди многим подшучивали Даже у него собачка была Береги пудель Они взяли Издевались в туалете и повесили Собаку Пришел там собака повешенная Ну Углумились Ну Может быть там кто-то что-то приукрашивает например О своих рассказах Я например сейчас книгу свою пишу Я в ней ничего не буду приукрашивать Вот я действительно Скажу вам факты из моей жизни Вот это будет и про меня и про дедушку И про мою жизнь Про мои путешествия Про мои концерты Будет про Штунова Про Юру Это будет про пир-нацист И также про моих друзей Может быть частично даже Я им скажу Чтобы они сами по себе написали Так Богдан Стамитов Тальков и так далее Какие-то интересных людей возьму У моих друзей Потому что у меня действительно Очень большое круг общения Я горжусь своими людьми Которые имеют место в моей жизни Это ученые известные Академики Это из шоу-бизнеса Известнейшие люди звезды Это у меня Люди Которым принадлежит Многомиллиардный бизнес Интересный Ну скульники Глонос например Вот так далее Строительные компании Тоже интересно с ними Скажем пообщаться Потому что Вообще-то Когда слушаешь людей Что ты рассказываешь Интересное Всегда вот Думаешь Нет предела совершенства Я смотрю на успешных людей Даже если они Что-то там Могут приукрасить То все равно Хочется быть Хотя бы так тоже Подняться еще больше Чтобы Ну развиваться Развиваться Все Ксюша Большое тебе спасибо Час у нас есть Я надеюсь Этот час Вызовет Не очень Маленькое количество Просмотров Пять тысяч минимум Мы будем Сограться вместе Ты большая умница А я Гашу камеру Субтитры сделал DimaTorzok